Всем привет! Немного расскажу над чем мы сейчас работаем. Работаем мы на следующем. Те, кто пользовались нашими прошивками, они наверняка знают вот такую страницу setup.html. На ней можно настроить устройство, имя, подключение к Wi-Fi и так далее. Для того, чтобы ее отредактировать, необходимо открывать HTML-код страницы. Его редактировать, поэтому загружать на сервер. В общем, все это достаточно сложно, плюс нужно знать HTML-код. Сейчас ее можно редактировать немного иначе. Все страницы у нас теперь называются page. После вопросительного знака мы видим setup. Setup это JSON-файл. То есть, после того, как мы заходим на такую страницу, он у нас помимо HTML этой страницы грузит еще JSON-файл под названием Setup. Сейчас я открою его и покажу, как он выглядит. Именно в этом файле хранится вся конфигурация страницы. Вот. И опираясь на этот JSON-файл, у нас формируется вот такая страница. Внешне она полностью идентична старой страницы setup. А теперь я покажу, как мы можем ее редактировать прямо с веба. Для этого мы нажимаем на клавиатуре ctrl-m и у нас справа появляется менюшка, где мы видим тот сетап JSON-файл. И здесь мы видим следующее. Самое первое, это Type. Это тип HTML тега. H5 это заголовки. Он может быть от H1 до H6, насколько я помню. Select это выпадающий список. В данном случае вот эти вот языки. Link это ссылка. Это у нас простая линия. Это специальный Type. Он показывает вот этот блок. Синенький. Также у нас есть input. Это поля. Есть button. Это вот эти кнопки. Ну и теперь давайте немножко расскажу подробнее о, наверное, input. Или давайте с H2 начну. Вот смотрите. Так. Title это текст, который мы будем видеть на HTML страничке. То есть, если я сюда добавлю, допустим, двоечки и нажму на кнопочку превью, он нам добавит двоечки в этот текст. Также мы сюда можем вставлять переменные. То есть, когда у нас грузится страница page, он у нас грузит сетап JSON. Также у нас грузит файлик config.live. Там мы видим сохраненные настройки. То есть, местонахождение устройства, Wi-Fi сети и так далее. И также мы грузим language файл. Вот здесь. И там у нас есть переменные, которые мы способны подгрузить в этот JSON файлик с помощью вот таких двойных кавычек. То есть, для примера, давайте я открою language файл. Допустим. Хотя нет, давайте не language. Давайте я начну с config.live. На config.live вы можете менять на нужное вам название. Вот смотрите. Здесь у нас есть, допустим, название Wi-Fi сети. И это у нас ssit. И если мы с вами ssit добавим вот в этот, в h2, то есть мы можем или в начале, или где-то в другом месте. Пишем ssit. Закрываем. Жмем просмотреть. И он нам добавляет имя вашей Wi-Fi сети прямо сюда. Таких имен файлов может быть любое количество. также вы можете это убрать и здесь писать просто текст. Он его тоже подгрузит и все покажет. Вот. С h2 мы, наверное, разобрались. Но, как я и говорил ранее, мы можем писать h3. Он будет меньше. h4, h5, h6 и так далее. h6, следовательно, будет совсем маленьким. Заголовки у нас принято писать h2 в нашем дизайне. Далее давайте рассмотрим input. Input это у нас вот это вот поле. Здесь немножко по-другому выводится текст в это поле. Мы его выводим через state. То есть если я сюда добавлю 1, 2, 3. Нажму preview. Он нам всегда добавит 1, 2, 3. ssdp. Это у нас тоже взят с вот этого файла. И находится вот здесь. ssdp. И он показывает то, что сохранено вот здесь. Далее. name. Это id-блоком. О нем я расскажу немножко попозже. style. Это мы сюда можем вписывать любые CSS стили. Также мы сюда можем вписывать классы. То есть если мы хотим добавить класс, пишем класс. и добавляем сюда нужный нам класс. Он его подгрузит и покажет паттерны. Это здесь мы можем делать всякие проверки. То есть в данном случае мы в это поле можем вводить любые цифры, любые маленькие буквы, большие и также маленькие русские и большие русские. плюс точку, минус и пробел. И у нас может быть от одного символа до 20. То есть если я здесь напишу, допустим, больше чем 20 символов, он подсветит это поле красным и уже нам понятно, что здесь что-то не то. По поводу стайла здесь видно, что у нас длина на 50%. Если мы это уберем, то этот блок у нас будет на всю длину нашей страницы. Так как я хочу сделать, чтобы у нас в одну строчку влазило два поля, здесь я пишу 50%. При желании мы здесь можем поставить что-то другое, допустим, 30. Этот блок у нас станет меньше. Далее. Здесь input 2. Это у нас цифра 12. Также мы здесь пишем space, местонахождение, которое взято с вот этого файла. Вот у нас space 12. Далее. Здесь все так же, как и выше. А теперь самое интересное. Вот у нас type-button. Здесь мы пишем title, его название. Это взято с ланг.json файла. При желании мы это можем удалить и добавить здесь какой-то свой текст. Допустим, save. Удаляем. Preview. И он нам показывает save. Здесь в button у нас есть action. Он работает следующим образом. Это get-запросы, которые он отправляет на наше устройство. Здесь мы можем писать любой запрос. Далее. Вот в таких кавычках мы пишем name input. то есть в данном случае у нас первая ячейка. Ее name называется ssdp. И вот в таких двойных кавычках мы можем здесь написать ее имя. Дальше мы опять пишем какую-то ссылку. И при желании мы можем добавить второй input. Для этого мы пишем space. Вот наш namespace. То есть если у нас будет name называться, допустим, space2. И здесь мы должны поменять на space2. И в данном случае он у нас сделает get-запрос. И вместо вот этого текста он нам подставит значение с input под названием name. И также со space. Таким образом мы можем формировать get-запросы и формы прямо через веб. Потом жмем на сохранить и он это все сохраняет и можно пользоваться страницей. Поехали дальше. Type Wi-Fi это у нас вот этот блок. Переложить на который он ищет Wi-Fi сети. Далее Type password это пароль. Также мы можем использовать вот такие галочки. Здесь наверное все. Сейчас расскажу еще о возможностях. Здесь еще страница device. Она еще не совсем готова. Но там уже есть многие элементы. Опять жмем на Astral M. Так, здесь мы видим select. Язык. По поводу линков. Линки это простая сока, как я говорил ранее. Ну вот смотрите. Страница устройств. У нас простая ссылка. При нажатии на нее у нас работает Action, который перенаправит нас на главную страницу. Ну или если мы здесь напишем что-то другое, он нас перенаправит на вот такую страницу. Так мы используем Bootstrap. У нас есть возможность добавить классы и сделать внешне эту ссылку похожую на кнопку. То есть я добавил вот такие классы и уже у нас эта кнопка, эта ссылка похожа на кнопку. Также здесь мы можем бетенблок, это значит растянуть на весь, на всю длину, насколько я помню. Сейчас попробуем удалить и посмотрим. Да, видите, сейчас у нас маленькая. Здесь мы можем указывать цвет этой кнопки. Мы можем написать Info. Она у нас будет синяя. Мы можем написать Default. И так далее. То есть таким образом мы можем создавать ссылки, которые похожи на кнопки. Вот у нас еще один линк, который нас будет перенаправлять на страницу Setup. И у нас такого цвета это Default. Далее. Это у нас линия. Это у нас заголовок. Поля. Также мы можем вставлять вот такие чекбоксы. Не чекбоксы, а ползунки, скорее всего. Далее опять линк. И вот что еще есть интересное на мой взгляд. Это графики. На страницу мы можем добавлять любое количество графиков. Они добавляют следующим образом. Здесь мы пишем Type Graphic. В State мы пишем JSON файл с нашего графика. То есть если я сейчас зайду на аналог JSON, он нам откроет вот такую строчку. Если мы будем здесь сделать refresh, он нам будет менять date. И здесь мы видим, как часто он нам будет делать refresh. Не refresh, а connect к этому файлу. Здесь мы указываем сколько точек нам показывает на этом графике. В данном случае он делает refresh каждые 3 секунды и показывает здесь 30 точек. Action это у нас вот эта кнопочка. При желании мы можем сделать какой-то другой. Style это стили. Сейчас я удалю. Посмотрим, что у нас будет. Если у нас поле подсвечивает красным, это значит у нас какая-то ошибка в JSON. Синдоксическая ошибка в JSON файле и нам ее нужно исправить. В данном случае это лишняя запятая. Я ее удаляю и жму на превью. И он нам уже показывает график немножко в другом формате. То есть если я опять добавлю Style. Мы здесь видим ширина и график немножко сдвигаем влево. Таким образом мы можем с вами рисовать графики. Далее TypeText. Это у нас вот такое поле. По сути это простой текст. Вот здесь мы видим. Но при желании мы можем добавить специальные классы с Bootstrap и сделать этот текст похожим допустим на такие вот формы. То есть также мы можем менять на другие элементы. Допустим. Вот так он у нас будет вот такого цвета. Или вот так. И в title мы пишем текст, который мы будем видеть вот в этом блоке. То есть если я удалю это, мы видим вот просто текст. Также мы на эту страницу можем вставлять таблицы. Вот таким образом. То есть допустим у нас с вами есть файлик под названием TimeSafe.json. Он у нас вот такого вида. Это у нас один элемент, второй. Здесь мы видим id, trigger, модуль, реле, day, time и work. То есть мы пишем title и вот здесь мы указываем какую информацию мы хотим видеть. То есть допустим мы здесь хотим видеть все кроме work. и мы сюда пишем id, модуль, trigger, time, day. И здесь мы пишем название этого столбца. То есть в данном случае вот у нас модуль. Здесь у нас реле. Также у нас есть триггер. Вот он, дни здесь и время. При желании давайте сейчас попробуем с вами добавить work. То есть вот этот вот work отсюда. То есть в данном случае мы выбираем место куда мы его хотим добавить. Допустим после id столбца пишем work и пишем название столбца. Допустим назовем его так же work. Добавляем запятую. Нажмем превью. И здесь мы видим work и его значения. Там были нолики. Также при желании мы можем что-то удалить. Допустим id. Ну или work тоже удалим. И вот у нас столько нужная нам информация. Также мы можем здесь добавлять классы и стили. Давайте мы его сделаем не на всю длину, а допустим на половинку. И в данном случае у нас покажется на половинку. И сюда мы с вами сможем тогда вставить какой-то еще график или какую-то кнопку. Далее select. у нас вот такой блок. Он у нас формируется очень схоже с тем как формируется таблица. То есть в title мы пишем те значения. это у нас то что мы видим. То есть вторник, среда, понедельник и так далее. Это у нас значение в валове. И state. Это у нас вторник. То есть после того как загрузится эта страница он нас перекинет на вторник. То есть автоматически мы будем видеть не всегда, а именно вторник. так теперь теперь немножко расскажу о get-запросах более подробно. Сейчас попробую найти один вариант. вот нашел test button. Вот у нас кнопочка test button. Ее имя button. И get-запросы для примера мы делаем к test.json. и теперь смотрите. Я открою этот файлик. Вот. Если после get-запроса мы получаем следующий ответ, мы его можем вставлять в любое место на нашей странице. То есть в данном случае у нас title будет таким. И style это будет рамочка красного цвета в один пиксель. Теперь смотрите. Button. State. Здесь в State мы пишем имя. Type, который мы хотим с вами поменять. Допустим, смотрите. Вот у нас с вами есть кнопочка сохранить. Я ее назову как-нибудь вот так, чтобы она была более понятна. Нажмем на preview. Вот это у нас выше кнопочка. Теперь мы ей можем дать какое-нибудь имя. Допустим. Допустим. Boot 2. Мы копируем это имя. И если мы его вставим вот сюда и все это сохраним, нажмем на preview, то в данном случае он то, что получит в ответ с этого get-запроса, то есть title и style, он это применит к вот этому блоку под названием button2. То есть сейчас при нажатии на вот эту кнопочку, у нас в этой кнопочке поменяется название и появится красная рамочка. Смотрим. Жмем. И мы видим, что поменялось название на hihiro. И появилась красная рамочка. RU это у нас опять же переменная с JSON файлов. И таким образом мы можем менять по сути любой блок. Вот смотрите, у нас ниже есть такая надпись. Давайте ее найдем. вот она здесь, насколько я понимаю. Сейчас единички добавим. Да, вот здесь. Она у нас называется gtmtid. И в данном случае, если мы в эту кнопочку вставим в state это имя, нажмем превью и теперь при нажатии на эту кнопку, вот этот блок у нас поменяет название и добавит красную рамку. нажимаем и видим. Он у нас меняет название. То есть, таким образом мы с вами можем формировать страницу, получая ответ от get запросов. Ну и также, для примера, вот если мы добавим сюда bat, то есть, вот эта кнопочка и добавляем сюда ее же имя, то при нажатии на эту кнопочку мы получим смену имени и красную рамку. при желании мы сюда можем добавить также style, ой, также классы, title, ну и, наверное, пока все. И жмем на save. Этот у нас JSON файл сохраняется и при refresh он у нас будет таким, как мы его с вами сохранили. Насколько я помню, мы выгрузили уже этот файл и вы можете зайти на эти странички и попробовать поэкспериментировать. В дальнейшем мы избавимся полностью от страницы setup, заменим ее на page setup. Она уже почти готова, там есть некоторые проблемки, которые мы решим в ближайшее время. Ну и сейчас у людей появится возможность редактировать страницы и создавать их такими, как они хотят. В самом верху мы также видим title, это вот эта конфигурация, при желании мы ее можем поменять. Также здесь есть классы, это классы вот этого большого блока. Мы его можем сделать или на весь экран, или на пол экрана и так далее. В контент мы уже видим все блоки, которые в этом белом блоке. H5 это у нас вот это название, select язык. здесь также мы видим get запрос, то есть при нажатии куда-либо он сделает get запрос на langset и возьмет значение с вот этого параметра. так, ну наверное все. Буду рад если поддержите проект и выслите какую-то сумму на эти счета. спасибо за внимание, пока. Субтитры сделал DimaTorzok